Добрый день, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем беседу, рассказ о преподобном Савве священном, память которого как раз таки совершается 5 декабря по старому стилю и 18 декабря по новому, но сейчас уже, так сказать, хоть и не имея возможности во всех может быть деталях и подробностях пересказать необыкновенно богатые события межития преподобного Саввы, мы теперь перейдем все же уже к рассказу о его святой обители. В помощи тем, кто пожелает как-то, может быть, более подробно узнать и о святом Савве, и о созданном им монастыре, могу порекомендовать вот такую составленную нами книгу, которая называется «Преподобный Савва о священной и истории Великой Лавры». Эту книгу как раз таки составил мой автор Павел Васильевич Воробьев, ну и, так сказать, ваш покорный слуга также к этому приложил некоторую часть своих усилий. Вот это, наверное, первое такое издание, в котором с достаточной подробностью освещается и история Лавры святого Саввы после того, как упокоился ее великий знаменитый настоятель первый. И здесь же содержится, ну помимо большого, на самом деле, числа ярких и к разному времени относящихся изображений, также есть и впервые публикуемый полный план святой обители. Дело в том, что даже в такой научной литературе, посвященной, ну или такой основательной литературе для паломников, которая посвящена монастырю преподобного Саввы, план монастыря всегда приводился в таком очень урезанном сокращенном виде. Впервые, вот нами был составлен такой вот очень подробный план монастыря с указанием всех его девяти храмов, которые расположены на его территории, и прочих строений монастыря. Так что вот кто захочет, ну спрашивайте в православных магазинах. Тираж книги очень такой небольшой, всего тысячи экземпляров, но вот тот, кто поживает как-то ближе познакомиться с историей знаменитой обители Марсаба, обители святого Саввы, ну и более подробно прочесть житие святого, может почерпнуть сведения из вот этой вот книги, которую я вам сейчас и рекомендую. Ну также я буду приводить из этой книги некоторые любопытные, может быть цитаты, которые трудно привести на память, потому что здесь мы также собрали свидетельство многочисленных паломников, которые посещали этот монастырь на протяжении его продолжительной и никогда практически не прерывавшейся истории. Монастырь святого Саввы это такой вот редкий из православных монастырей, который никогда не прерывал своего земного существования. Может быть какие-то были очень краткие такие моменты, но все равно кто-то из иноков обязательно подвязался в лавре святого Саввы. Надо сказать, что на самом деле к лавре относился не только сам монастырь, но еще и вот это так называемая плачевная юдоль. То есть вот это долина или ущелье Вадики Дрон в многочисленных пещерах и небольших скитах, которые покрывали собой склоны этого ущелья, подвязалось также огромное количество монахов-отшельников. Начало этому было положено еще естественно при самом преподобном Савве, при его учениках, а надо сказать, что в их числе были величайшие совершенно подвижники. Так преподобный Иоанн Молчальник оставил епископство в городе колонии, в котором он был архиереем для того, чтобы простым монахом скрыл свое достоинство прийти в обитель святого Саввы и сделать своего учеником. И когда святой Савва пожелал возвести своего достойного ученика Иоанна в священческий сан, то тот наотрез отказался. Более того, он наедине переговорил с патриархом и патриарх сказал, что действительно у Иоанна есть достаточно веские причины и основания для того, чтобы отклонить его посвящение в духовный сан. Святой Савва, который сам с трепетом относился к принятию священного сана, который сам долгое время отказывался от того, чтобы сделаться священнослужителем и только лишь повинуясь в послушании требованиям патриарха Иерусалимского, сделался носителем священного сана и ромонахом, от чего, собственно, его и называют Савва священным, то есть носитель священного сана. Он очень смутился тем, что его ученик, которого считал исключительно чистым по жизни и достойным рукоположения, вот так вот отклонил это не то, что предложение, а, в общем, конечно, послушание. Не желая вторгаться в какие-то расспросы, с этой Савва по своему обыкновению удалился на святую, на вот эту вот гору Мунтар, и там получил откровение, что Иоанн не может применять на себя священнический сан не в силу своей греховности и каких-то таких причин, лежащих в его нравственности и в прежней жизни, но в силу того, что он уже является епископом, а поэтому никак не может вторично стать священником. Это ж не армия, тут нельзя, так сказать, понизить, а тем более по второму разу возвести уже полученное звание. Ну, вот так вот это затруднение решилось, и преподобный Иоанн очень много лет подвязался тоже в одном из китов, которые расположены напротив, на противоположной стороне от современного монастыря Святого Саввы. Надо сказать, что вот эти вот братья, иноки-строители, среди которых вот были, был и следующий один из преемников Святого Саввы в уменстве преподобный Геласий и его сотрудник, с которым он вместе подвязался и в числе учеников Святого Саввы и в трудах по строительству его обители, преподобный Феодул, вот они потрудились и создали монастырь, ну, сравнительно в том виде, в котором мы сейчас его можем посетить. Там, конечно, изменились какие-то вещи, но, в общем и целом, вот такой вот план и нынешний вид обители соответствует ее историческому облику. В VI веке после смерти Святого Саввы у обители не оскудело, но в ней подвязалось огромное количество учеников и учеников-учеников Святого Саввы. Это, конечно, все равно не обходилось без каких-то скорбей. Оригиниты, о которых мы говорили в прошлом нашей беседе, продолжали зачастую поднимать свои головы так, что в какой-то момент склонные к бунтам иноки Новой Лавры собрались для того, чтобы вот в такой обуявшей их ненависти, которую закономерно приводит оставление благодати по причине вот таких ложных умстволней, почерпнутых в трудах Оригена и других вот сомнительных таких вот учителей и религиозных фантазеров, вот эти иноки взяли заступ и лопаты для того, чтобы разрушить обитель Святого Саввы. Но когда они шли по ущелью, на них напала такая тьма молитвами преподобного Саввы, что они даже не смогли найти его обители, но заблудились и вынуждены были звать друг друга на помощь, пока не вернулись ни с чем в свой монастырь. Но пропаганда, которую они распространяли, расширилась настолько, что в какой-то момент в шестом веке в Иерусалиме жители просто накидывались на монахов-саваитов, это стало таким просто словом даже ругательным, избивали их, а некоторых даже убивали. По дворе Святого Саввы, Иерусалима, которая находилась исторически прямо напротив единственной из сохранившихся башен древнего Иерусалима у Явских ворот, цитадели Ирода, вот однажды толпа разъяренных и распропагандированных еретиками жителей Иерусалима, даже державы в осаде по дворе Святого Саввы в Иерусалиме. Так что один из монахов, причем, надо сказать, славянин, один из первых иноков-славян по происхождению, который отличался очень такой большой крепостью и силой, схватив лопату, выбежал и в одиночку разогнал всю вот эту толпу, однако и сам получил от нее несколько таких очень тяжелых ранений камнями в голову, так что скончался. Звали этого храброго, доблестного инока Феодул. Он происходил из одного таких первых славянских известных племен, которые носило имя Бесов. От их имени Бес с двумя С происходит современное название местности Бессарабии. Это вот отчасти, можно сказать, предки, в том числе и современных молдаван. И вот с такими трудностями и испытаниями вынуждена была столкнуться обитель Святого Саввы, но, тем не менее, неукоснительно держала заповеданную наставником, учителем верность к Святому Православию. Шестой век прошел в таких смутах и таких религиозных каких-то потрясениях для монастырей Святого Саввы, но в то же время и было отмечено подвигами многочисленных святых иноков этой обители. В начале седьмого века монастырь подвергся страшному разорению. В то время, как мы знаем, в 613 году Палестину разоряли войска персидского царя Хасроя II Парвиза. Большая часть иноков оставили Святую обитель и удалились на побережье Красного моря, куда не дотянулась такая вот рука персов и сопровождавших их карательных отрядов иудеев и самаритян. Но в самой Святой обители над теми иноками, которые там остались, порядка 20 человек была учинена совершенно страшная резня. Их тела были брошены посреди двора и монастырских храмов без всякого погребения, изуродованы, носящие на себе следы тяжелейших пыток. Так что, когда игумен монастыря Досифей вернулся со своей братьей в монастырь Святого Саввы, то он просто по свидетельству очевидцев упал в обморок от того страшного зрелища, которое предстало перед его глазами от вот этих растерзанных тел его собратья по иническому подвигу. Тела, святые мощи этих пострадавших от нападения персов и иноков до сих пор хранятся в Святой обители. Точно так же, как там сохраняются тела и других иноков-саваитов, которые бы пострадали во время других нестроений от окружавших монастырь враждующих бедуинских арабских племен, святая обитель несколько раз страдала от их таких вот нападений, беззаконных рейдов и в конце восьмого и в самом начале девятого века. Сейчас в Коснице и в таких вот специальных витринах в богозданном храме святителя Николая можно видеть черепа этих святых иноков-мучеников. А также кости, сложенные в Коснице, многие из которых несут на себе следы насильственной смерти и полученных их владельцами ран. Современных паломников часто также привлекает такое несколько необычное явление. Это то, что на некоторых черепах явственно виден такой знак креста. На самом деле это такое достаточно редкое в современное время явление. Это так называемый вот краниальный шов. Обычно череп человека делится на три части этим швом, а вот четвертая часть, которая образует крест и делит верхнюю часть черепа и лобную долю, она зарастает еще в младенческом возрасте, тогда же когда и так называемый родничок. Вот такое вот как бы отверстие рядом с макушкой. У людей, которые ведут по свидетельству врачей очень такой какой-то правильный образ жизни с детства, сохраняются след вот этого так называемого краниального шва, и поэтому на их черепах можно видеть вот такой вот именно крест. Это не какое-то такое совершенно чудесное знамение, это в общем-то момент такой вот физиологический, но который тоже свидетельствует об определенной частоте и правильности жизни, которую вели вот эти иноки, а может быть и действительно имеет отношение к вот такому отмеченному с детства богом их жизненному пути иноческому. Последующие паломники достаточно нередко упоминают один и тот же сюжет, когда кто-то из них пытался похитить, унести с собою часть мощей этих святых мучеников, но всегда божественной промысел силы божьей останавливало их, пока они не возвращали украденные на место. Не было бы уксения Божия на то, чтобы и после своей смерти пострадавшие за Христа иноки святого Саввы разлучались со своим божественным наставником и со своей обителью, вплоть до того, что даже корабли, которые везли паломников, не могли сдвинуться с места, покуда они не возвращались в обитель и не приносили туда украденные ими оттуда мощи святых отцов и подвижников. Но, тем не менее, мощи самого святого Саввы вынуждены были покинуть монастырь, поскольку в IX веке раздоры и нападения на его обитель местных мусульманских, то есть полуязыческих, бедуинских племен только лишь усиливались, и иноки для того, чтобы сохранить великую святыню, тело своего основателя, который до сих пор пребывает совершенно нетленным, можно видеть даже черты его лица, унесли святого Саввы с собой в Константинополе, где основали подворье своего монастыря. И в Константинополе мощи хранились вплоть до, по разным сведениям, либо конца X века, когда их выкрал оттуда один итальянский купец и увез их в Венецию, либо до так называемого четвертого крестового похода начала XIII века, когда Константинополь оказался в 1204 году захвачен крестоносцами, финансируемыми венецианским дожем правителем Венеции, и среди прочих трофеев разграбленного города Константинополя в Венеции оказались и мощи преподобного Саввы. Так на долгое время святой оказался вот в таком пленении латинянами. Хотя это привело, конечно, к необычайному такому вот просто усилению, распространению его почитания в Европе. Он стал там известен, стал там одним из самых таких почитаемых восточных святых в Римской церкви. Так что в 1260 году между Венецией и Геной даже развернулась война, которая получила название Войны Святого Саввы за территорию одноименного прихода, посвященного церкви, посвященного святому Савве в портовом городе Акро, на который претендовали и генуэзцы, и венецианцы. Эта война развернулась практически по всему Средиземноморью и бывая таким эпизодом продолжительных вот таких торговых столкновений и войн между соперничающими государствами Италии за право торговли по всему тогдашнему свету. Но в то же время сама обитель святого Саввы хоть и конечно в значительной степени обезлюдила, тем не менее никогда окончательно не оскудевала иноками. В разные времена, в особенности и в такие тяжелые годы, когда мусульманское владычество покорило себе святую землю, здесь подвязались такие великие столпы православия, которых притягивала святость монастыря Марсабы и его святого основателя, как преподобный Иоанн Дамаскин, как преподобный Стефан Саваид, как Марк Саваид, составитель как раз таки знаменитых марковых глав типикона и множество других прославленных иноков и подвижников. Федор Феофан начертанные исповедники, которые защищали православие от иконоборцев уже в более поздние времена девятого столетия и множество других иноков, которые сейчас входят в собор учеников преподобного Савы и изображены на фресках его святой обители и на многочисленных иконописных изображениях. Наши паломники, в том числе из Руси, также начиная буквально с 11 века или самого, может быть, начала 12 века, посещают монастырь Святого Савы. Одним из первых, кто оставил нам сказание о посещении монастыря Святого Савы, был наш соотечественник Игумен Даниил. У него сохранилось довольно развернутое такое вот повествование о монастыре Святого Савы. С начала 12 века, когда монастырь оказался в руках крестоносцев, его посещали многие другие паломники из разных других мест. Надо сказать, что авторитет монастыря Святого Савы во время правления крестоносцев был настолько велик, что в отсутствие православных иерархов всеми делами православной греческой церкви Иерусалимского патриархата заведовал никто иной, как Игумену монастыря Святого Савы. Крестоносские латинские короли с настолько большим уважением относились к Игумену монастыря и к этой святой обители, что делали туда пожертвования, вклады, приглашали Игумена монастыря на все важные церемонии и события в Иерусалимском королевстве. Так, например, Игумен Даниил подробно описывает о том чуде схождения благодатного огня, очевидцем которого он был на Пасху, при наступлении Пасхи, Великую Субботу, и среди прочих присутствующих, и тех, кто как раз таки представлял православное духовенство, и благодаря чему, вероятно, собственно исходил благодатный огонь, несмотря на то, что в это время Иерусалим находился в руках еретиков латинян, это был как раз таки Игумен монастыря Святого Савы. Вот таким высоким величайшим авторитетом во все время правления крестоносцев пользовалась здесь эта святая обитель, так что крестоносцы даже помогали укреплять ее, защищая от нападений окрестных каких-то разбойников-бедуинов. Ну и в последующие времена сюда приходили паломники из самых разных мест, оставившие свои более или менее краткие или яркие, или красочные какие-то описания и впечатления. Так, например, в 15 веке монастырь Святого Савы посетил ученый монах Феликс Фабри, который оставил тоже очень такое подробное описание монастыря Святого Савы и очень удивился тому, как вот в этих жесточайших условиях могли подвязаться, как ему сказали, 14 тысяч монашествующих иноков. Он даже производит своего рода такие прагматичные расчеты о том, как же могло вот такое огромное количество монахов здесь прокормиться, и в качестве оправдания того, что это действительно было возможно, приводит тот крайний аскетизм, который был свойственен восточному монашеству даже в его время, в отличие от тогда уже значительной степени разложившегося и подверженного страсти к каким-то земным таким удобствам монашества современного ему западного образца. Очень любопытные сохранились описания паломников из 16 века, среди которых русский купец Трифон Карабейников. Надо сказать, что в это время монастырь Святого Савы находится в руках православных сербов. Благодаря поддержке православных государей сербских, для которых монастырь Святого Савы сделался вот такой особенной святыней, сербы получили право на то, чтобы руководить, и главным образом именно они подвязались в этом монастыре Святого Савы. Дело в том, что в 13 веке величайший святой сербской церкви, святитель Савы Сербский, первый носивший это имя, фактически такой основатель независимой сербской церкви, посещал Святую Землю и в особенности монастырь Святого Савы. И как ему сообщили иноки монастыря, оказалось, что Святой Сава провидел это посещение инока, святителя, который будет пострижен в его памяти, в его честь и заповедовал своим ученикам, что когда из далекой земли придет сюда архиерей, носящий тоже имя Савы, благословил ему отдать свой игуменский посох. Как великая святыня этот посох был перенесен Святым Савой в созданную им Хивандарскую обитель на Афоне, а затем сделался из святыни сербской церкви, ну, к сожалению, не сохранившийся. Также он получил в дар знаменитую икону Туриеручицы, ту самую, перед которой получил исцеление своей усеченной правой руки преподобный учитель церкви Иоанн Дамаскин. И в благодарность, как мы знаем, сделал изображение из серебра, была отсеченной и чудесным образом молитвами и чудом исцеления Престой Богородицы, прирастившейся к локтевому сгибу его руки. И вот это серебряное, сделанное из серебра изображение, он привожил к этой иконе, перед которой молился. Отчего? Она получила вот такое очень необычное имя Туриеручица. Эта святая икона также была передана святому Савве. И, ну, вполне понятно, естественно, что монастырь сделался в глазах православных сербов такой великой и тесным образом связанной с их церковью и с их народом святыней, которую они всячески оберегали, защищали и поддерживали вплоть до XVII века, когда, ну, совершенно уже источенные под властью турок-осман сербы были вынуждены оставить эту обитель, будучи не в силах уплатить непосильные, совершенно огромные налоги, которые налагались на монастырь турецкой властью. Жизнь-то была очень непростая, но греки не оставили, православные греки не оставили эту знаменитую, столь значимую для них обитель, и опять подвязались в ней и принимали православных паломников. Надо сказать, что, конечно, в то время доступ православных паломников в монастырь Святого Савва был делом очень-очень непростым. Монастырь находился в то время на территории одного из бедуинских кланов, который до сих пор носит имя Абу Убейда, сыновей Убейды. Это и сейчас, даже до самого недавнего времени довольно такое, надо сказать, злое и агрессивное племя. Я даже как-то вот еще сам застал те времена, когда для того, чтобы проехать и попасть в монастырь Святого Савва, нужно было проезжать через вот эту вот деревню, вот это поселок Абу Убейды, в котором живут до сих пор эти бедуины, и каждый раз приходилось гадать, удастся ли благополучно проскочить через вот это такое очень опасное место. Нередко бедуинская молодежь хватала в руки камни, устраивала какие-то засады на улицах, останавливала небольшие автобусы или машины с паломником, забрасывали их камнями, или под угрозой того, что закидают камнями, требовали, вымогали каких-то денег, какой-то мзды за право проезда к православному монастырю. Что уж говорить о 16-17, даже 18-м еще веках и даже 19-м, когда доступ в этот монастырь представлял действительно серьезнейшую опасность. Для того, чтобы все-таки достичь этого святого места, православные паломники собирались целые караваны, нанимали вооруженных арабов такую охрану для того, чтобы те сопровождали их в это очень такое непростое путешествие, но даже это еще зачастую не гарантировало успеха предприятия. Очень любопытное, красочное описание подобного посещения оставил наш с вами соотечественник, московский священник Анна Лукьянов, который совершил свое паломничество как раз-таки в самом конце 17-го, в начале 18-го столетия. Я даже позволю себе прочесть это описание, поскольку оно необыкновенно яркое и вообще для всех ценителей языка, я думаю, будет подлинным удовольствием познакомиться с трудом о странствовании священника Анна Лукьянова. Оно написано очень таким ярким, образным московским языком от московской Руси, границы 17-18 веков. И вот в его описании выглядит это путешествие так. «И шли мы юдолью плачевную, и будем как на полпути от Иерусалима, тут мы нашли на арапов. А арапы дикие, да и задрались с нашими провожатыми. Арапы миш, черт на черта нашел. А мы нуткой бежать все юдолью. А наши арапы с ними стали драться, добиться. Им бы хотелось нас грабить, а те не дают. А проводники наши на конях круг нашего каравану бегают, да кричат нам, чтоб б бежали. А мы бегли, да и рот разинули. Ох, дорожка, дала ума знать. А сами таки махают, что бегите. Если бы этим арапам попались, то бы прощай. Не ток мы бы пограбили, всех бы тут побили для того, что дичь кочевые, а не сельские». Вот такое вот очень яркое, с этим таким своеобразным языком изложенное, очень драматичное, такой вот один из эпизодов такого вот путешествия паломнического каравана посреди подстерегавших опасностей к монастырю Святого Саалы. Для того, чтобы попасть в монастырь, зачастую требовалось заплатить мзду просто даже за право входа в монастырь. Причем платили ее не инокам, естественно, монастыря, а тем как раз таки вот этим вот арапам, которые не пускали без этого паломников к тому, чтобы они поклонились великой святыне. То есть зачастую иноки вынуждены были жить как вот в такой вот осаде. Порядок в этом отношении навел только лишь, как ни странно, арабский правитель Египта Ибрагим Паша и его соправитель Мохаммед Али. То краткое десятилетие с 1831 по 1841 год, которые они правили Святой Землей, они настолько успели приструнить этих окрестных бедуинов, что те вот в это десятилетие не решались поднимать свои хищные руки на православных паломников в монастырь Святого Савы, который просто годами вынужден был откупаться от этих самых арабов, этих бедуинов с запасами и так с трудом доставаемого им хлеба. Нередко даже паломники XIX века, среди которых, например, Андрей Николаевич Муравьев описывает, как эти арабы дикие, как они их называют, ходят по ущелью вокруг монастыря и уходят только тогда, когда иноки монастыря бросают им хлебы. Но надо сказать, что, конечно, к сожалению, вместе с упадком православной церкви того времени это не могло не коснуться и на замечательные обители Святого Савы. Так наш паломник XVIII века Григорович Барский, замечательнейший совершенно путешественник, оставил свои впечатления о монастыре Святого Савы и пишет там, между прочим, что населяли его в то время небольшое число малоазийских греков, которые даже практически не знали греческого языка. Между собой они говорили по-турецки и с трудом разбирали богослужебные тексты на древнегреческом, которые должны были петь во время и читать во время богослужений. Что уж говорить о той великолепной библиотеке, которая столетиями собиралась в монастыре Святого Савы и которая, конечно, лишилась тогда очень многих древних и прекрасных своих образцов своего собрания. Но, тем не менее, эта библиотека до сих пор представляет собой великую значительную ценность. И многие наши с вами соотечественники посещали монастырь именно с целью знакомства с древними монашескими рукописями. Эти рукописи описывает отчасти и Григорович Барский. И надо сказать, что вот эти монахи-греки с большим почтением и завистью к нему относились, поскольку он сподобился в своем путешествии, проходя в том числе и через Венецию, поклониться и мощам преподобного Савы, которого на протяжении столетий благодати, чего были лишены иноки монастыря Святого Савы долгое время, когда мощи святого пребывали вот в этом венецианском пленении. Среди таких замечательных паломников, которые многократно посещали монастырь Святого Савы, был и святитель Феофан Затворник. Он в то время приходил сюда для того, чтобы и пользоваться трудами библиотеки монастыря Святого Савы разбирать ее. И, кстати говоря, надо сказать, что некоторые совершенно замечательные книги, такие как «Палестинский Патерик» и «Древний Патерик», как раз таки рукописи их были обнаружены и переведены, и впоследствии изданы святителями Феофаном благодаря его трудам в библиотеке монастыря Святого Савы, куда он приходил также для окормления вот такого духовно мудрого и совершенно замечательного архимандрита Иосафа, который в течение долгого времени подвязался в этом святом монастыре с 1845 по 1874 год. Туда же приходил и наместник Троица Сергия Лавра архимандрит Леонид Кавелин в свою бытность членом Иерусалимской духовной миссии, и многие другие замечательные подвижники и деятели нашей Русской Православной Церкви, которых, конечно, невозможно даже здесь сейчас перечислить. ХХ век также ознаменовался присутствием во монастыре Святого Савы, пускай и небольшого, но очень сплотенного греческого братства. Долгое время монастырем управлял с 1957 года по 2002 год управлял совершенно замечательный такой подвижник архимандрит Серафим. При нем как раз таки вот собралось современное братство монастыря, надо сказать, такое очень интернациональное. В разное время там подвязались выходцы из самых разных стран. Приходилось даже встречать там монаха-японца из Японской Православной Церкви, который в продолжение достаточно долгого времени подвязался во монастыре Святого Савы. Подвязались и подвязаются до сих пор там и наши с вами соотечественники, по меньшей мере один уроженец Москвы. Там подвязаются иноки из Грузии, из Греции, естественно, и очень также многочисленные представители греческой диаспоры по всему миру. Сам отец Серафим достаточно долго прожил свое время в Австралии, и поэтому там подвязались греки из австралийской диаспоры, из США, из Канады наряду, кстати говоря, и с урожденными американцами, ну, в общем, практически со всего света, с Румынией и из других православных стран. Браст традиционно продолжает оставаться небольшим, колеблется его количество где-то в пределах 20-30 человек. Условия жизни очень суровые, поэтому, к сожалению, далеко не все могут вынести этот подвиг. В монастыре до сих пор нет практически никакого электричества, по крайней мере, нет электроосвещения. Проведен лишь такой вот телефон проводной для хоть какой-то связи, мобильная связь в этом ущелье практически не ловит, ее там нету. Для освещения иноки до сих пор пользуются такими старинными керосиновыми лампами, светильниками. Естественно, никаких кондиционеров, как и никакого отопления в монастыре нету, поэтому летом монахи страдают и посетители от жары. Зимой по ночам бывает необыкновенно холодно, очень, на самом деле, так вот как бы серьезные бывают холода. Это очень скромная, аскетичная пища, фактически одна трапеза в сутки такая, ну, более-менее сравнительно полноценная, как мы уже говорили, запрет на какие-то там омовения. Всю свою жизнь иноки монастыря Святого Савва не омывают своих тел. И, то есть, это один из таких вот строгих монастырей, в которые, кстати говоря, по уставу, который соблюдается на продолжении многих лет, не допускаются лица женского пола. Женщины, которые приходят для того, чтобы поклониться монастырю Святого Саввы, ну, либо пользуются гостеприимством монахов за пределами самого монастыря, самообители. За ворота монастыря монахи выносят какие-то цветы для поклонения. Часть мощей Святого Саввы и других подвижников монастыря раздают агиасму, раздают листики пальмы, о которой мы скажем впоследствии чуть-чуть сейчас позже. Ну, а для того, чтобы обозреть хоть немного монастырь и лежащее вокруг него ущелье, женщины могут подняться на так называемую женскую башню, которая стоит за пределами монастыря, ну, буквально рядом с монастырскими стенами. Она также называется башней Семена Столпника. Там был небольшой храм, который был посвящен имени этого святого. Еще со времен буквально первых иноков этого монастыря установился такой обычай, что когда их родственники, среди которых была и сама мать преподобного Саввы, преподобная София, приходили для того, чтобы повидаться со своими иночествующими чадами, то таким местом встречи как раз таки была вот эта женская башня или башня преподобного Семена Столпника. Женщины до сих пор могут увидеть монастырь только с ее вершины. Ну, а для мужчин, конечно, в те часы, когда монастырь открыт для посещения, открыт доступ, они могут спуститься на монастырскую площадь, посетить и богозданный храм святителя Николая, и благовещенский храм, поклониться мощам святого Саввы. А вот как раз таки почему они могут это сделать? Это вот еще такой интересный и неожиданный поворот в посмертном существовании чудесах преподобного Саввы и его мощей. В 1965 году было благодаря стараниям патриарха Афиногора Константинопольского, известного своими экуменическими контактами, которые в данном случае сослужили как раз таки добрую службу, ему вот удалось убедить римского папу Павла VI передать мощи святого Саввы, вернуть их из несколько столетий продолжавшегося венецианского пленения на место святой обители святого Саввы. Не знаю уж на какие пришлось для этого идти уступки и соглашения патриарху Афиногору, но совершилось вот это историческое событие и патриарху Иерусалимскому Венедикту, римским папой, были переданы мощи святого Саввы и возвращены в монастырь. В тот момент, когда это произошло, пальма, посаженная по преданию самим святым Саввой, финикая пальма, которая росла рядом с его храмом, рядом с его кельей, из которой был сделан уже к тому времени храм, вот эта пальма совершенно засохшая. Она с пришествием мощей святого Саввы вдруг пустила свежие ростки, опять процвела, стала плодоносить, и поэтому веточки этой пальмы и ее плоды сейчас раздаются православным паломникам, в том числе как вот такое чудотворное средство от бесплодия. Бесплодные семьи, которые не могут получить вот эту благодачу до родия, они как раз таки с благоговением приемлют эту святыню, и благодаря молитве святого Савва и вот приобщению этой святыни становятся способны приобрести вот эту благодать чадо родия, которые оказались по каким-то причинам лишены. И вот в память об этом замечательном событии, о перенесении мощей святого Саввы, установлено особое празднование, которое мало известно у нас. По старому стилю совершается оно с 12 на 13 октября, ну а по-новому, соответственно, с 25 на 26 октября. И в этот день в монастыре служится такое очень торжественное всеночное обдение, продолжающееся по такому вот уставу монастыря святого Саввы более 12 часов. Ну, естественно, с каким-то таким перерывами обычно приезжает Святейший Патриарх, Блаженнейший Патриарх Харусалимский, Собор Архиереев на вот это ночное, продолжающаяся всю ночь богослужения. И прочие монашествующие святой земли очень также любят приезжать в этот день для того, чтобы те, кто может, поклонились этой святыне, одного из таких несомненных родоначальников палестинского монашества. Ну, а вот, как мы говорили в память об этом событии, вот еще вот это чудо с пальмы, оно сейчас получило известность среди паломников, и многие из них просят хотя бы кусочек этого листочка, и уж тем более финичек с этой пальмы. И среди других святынь, которые также иногда показывают и позволяют в которые попасть православным паломникам, мужчинам, на территории стария относится также келья, в которой устроен небольшой храм в честь преподобного Иоанна Дамаскина. Это совершенно такая маленькая узенькая такая пещерка с узким каменным ложем и с небольшой каменной нишей, в которой преподобный Иоанн как раз таки используя ее как стол и писал свои вдохновенные песнопения, которые до сих пор мы повторяем в круге нашего православного богослужения. В памяти Иоанна Дамаскина до сих пор с любовью совершается и на Камилавре как своего собрата. Также в монастыре есть храм, посвященный исповедникам Феодору и Феофану, начертанным борцам за догмата почитания святых икон, также и храм в честь воздвижения креста Господня, храм в честь святой праведной Анны в честь Рождества Престой Богородицы. Но это все-таки небольшие храмы, в которых, как правило, богослужения совершаются только на престольные праздники. В остальное время они чаще всего остаются, так сказать, просто местами, хранящими память о том, что здесь когда-то подвязались эти великие святые преподобные, ну или совершалось в честь этих святых какие-то вот такие торжественные праздничные службы. Ну, сейчас для того, чтобы попасть в монастырь Святого Савва, конечно, уже не нужно собирать особые паломнические караваны, заботиться об охране. К счастью, нынешняя палестинская администрация сумела навести порядок в селении Абу-Убейда во многом благодаря как раз таки тому, что вынуждена была поставить там постоянный пост с вооруженной охраной, который следит за порядком и за безопасностью туристов и паломников, которые приезжают для поклонения монастырю Святого Саввы. Как правило, большие автобусы паломнические, туристические, вынуждены останавливаться у монастыря преподобного Феодосия, известного также как монастырь Мордосий, и оттуда их уже небольшими автобусами или машинками перевозят к монастырю Святого Саввы, поскольку на этих крутых, очень обрывистых и узких дорогах большому автобусу просто не проехать и не развернуться. Только лишь такими небольшими транспортными средствами можно доставить паломников к монастырю, поэтому приходится отдельно специально договариваться вот о таком транспорте, на котором можно проехать к монастырю. Мужчины, которые захотят остаться в монастыре на богослужение, должны и спросить благословение игумена. Сейчас это настоятелем монастыря является патриарх Иерусалимский блаженнейший, и в первую очередь, конечно, требуется заручиться его благословением и особой бумагой, которые выдаются в драгомании, то есть в секретариате Иерусалимского патриархата. И тогда уже игумен Евдокимас, который управляет монастырем от имени Боженнейшего Патриарха Иерусалимского, может позволить мужчинам остаться в монастыре. Вы сможете переночевать в монашеских келях или вот в гостиничных помещениях, которые мало чем от монашеских кель отличаются. Можете посетить вот эти ночные богослужения, но обязательно нужно будет приехать до заката, поскольку монастырь живет по византийскому времени. Это очень такая своеобразная система, кто с этим не сталкивался. С закатом солнца монастырь закрывается, ворота его запираются, и после того, как солнце полностью закатилось, зашло, монастырьские часы ставятся на по-ночь. Это считается по-ночью. Спустя какое-то положенное уставом время начинается вечернее богослужение в монастыре, начинаются все ночные бдения. Они разной продолжительности, так называемые малые. Все ночные бдения занимают, ну, где-то, наверное, порядка шести-семи часов. Надо сказать, что выстаиваются они необыкновенно легко как-то. Несмотря на такую вот не вполне, может быть, привычную нам продолжительность, это как-то вот очень такие благодатные службы. Средние бдения бывают более продолжительными. Ну, а вот такие великие бдения, как на празднике Святого Савы, они, конечно, совершаются едва ли не большую часть суток. После этого следует краткий отдых. Надо сказать, что, вообще-то говоря, паломникам не обязательно присутствовать на всем богослужении. Там довольно много чтений. Наиболее торжественной частью считается Великая Вечерняя с Литией, во время которой по местному как раз-таки обычаю уставу читается Акафист нараспев преподобному Саве. И вообще, надо сказать, что почтение к этому богослужению столь далеко, что стихи Реналитии поют сами архиереи Иерусалимской церкви, которые приезжают для участия в этих богослужениях. Но во времена таких достаточно в моменты продолжительных чтений разрешается керазма, архиереи и паломники уходят в монастырскую трапезу, выпивают кофе, принимают небольшое количество каких-то там сладостей, которые подаются для укрепления телесных сил. Потом могут какое-то время отдохнуть и вот обычно уже к середине утренней, как правило, после палилея, которые проходят совсем не так пышно, как это принято у нас, возвращаются на каноне уже во время пения канона в храм и после уже словословия совершается помазание присутствующих освященным елеем, а затем буквально сразу после словословия начинается литургия, которая служится архиерейским соном, если это такой великий праздник обители. Мужчины, которые заранее позаботятся о том, чтобы принять участие в таком очень запоминающемся богослужении, могут остаться в монастыре, посетить в том числе и трапезу за древними каменными столами, особенностью этих трапезов, которые только, наверное, в такие вот великие праздники подается рыба, рыба, которую специально для этого привозят в монастырь, а так обычно, конечно, она такая сугубо постническая, является еще и то, что каждому посетителю выдается к трапезе лимон. Лимонным соком в этом пустынном климате принято приправлять блюдо, лимонный сок добавляют в воду, в напитки, которые подают, а также этим лимонным соком, половинкой лимона разрезанной, вытирают приборы, которыми пользовались во время трапезы, для того, чтобы экономить столь, в общем-то, не ограниченные для этого монастыря, как мы говорили, запасы воды, поэтому после трапезы все приборы протираются лимонным соком, салфеткой, заворачиваются в салфетку и кладутся в особую каменную нишу напротив каждого места, за которым сидит, занимает свое место монах, ну или паломник, гость, которого сажают вот такие трапезы за вот эти вот монастырские столы. Вот такие вот интересные детали, особенности монашеского быта в монастыре Святого Саввы до сих пор могут лицезреть и принять участие в этом современные паломники. Вот до сих пор, конечно, монастырь Святого Саввы является таким негасимым светильником и для всей Иерусалимской Церкви, и для всего Православного Востока, и мы с вами до сих пор пользуемся тем богатейшим наследием, которое собрали для нас, которое оставили нам выдающиеся иноки и подвижники монастыря Святого Саввы. Если вы захотите, вы сможете познакомиться уже с их трудами, с их житиями, ну и вот по книге, которую я предлагал вашему вниманию, а также и по палестинскому путереку, по житиям святых, можете проникнуться вдохновенными песнопениями в великих гимнографах, которые подвязались в лавре Святого Саввы, участвуя в богосужении нашей Православной Церкви, можете посвятить свой труд и внимание, с их души изучению устава, типикона, лавры Святого Саввы, поскольку до сих пор мы с ним согласуем нашу ежедневную богосужебную жизнь. Все это говорит о том, какое великое наследие досталось нам благодаря молитвам, трудам преподобного Саввы и его ученикам, учеников, начиная с 6-го и заканчивая, надеюсь, не заканчивая, а продолжая нынешним 21-м столетиям, в которые также монастырь продолжает разливать свой духовный свет даже до последнего края земли и до тех стран полуночных, в которых обитаем и мы с вами, но тем не менее любим и почитаем преподобного Савву и его божественных учеников. Его молитвами и припоручаем наших зрителей, зрителей и слушателей, которым хватило терпения и внимания для того, чтобы прослушать посвященные этим монастырям и этим подвижникам беседы, молитвами преподобного Саввы, Господа, сохранит и наше Отечество, и нашу Церковь, и всех православных христиан от всякого зла и всякой напасти. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.